Проблема бездомных животных остается нерешенной по сей день. Что можно сделать, чтобы помочь? Начните с себя. Не становитесь частью проблемы. Знайте и учитывайте потребности питомца. Не забудьте купить хороший ошейник и повесить на него адресник с телефоном. Терилизуйте их, ведь котята и щенята, которых отдали в добрые руки, могут оказаться на улице. Размещайте ссылки на сайт в своих социальных сетях. Возьмите на передержку бездомное животное, пока ему не найдутся хозяева. Приютам всегда нужен корм для животных, лекарства, пледы, одеяло и многое-многое другое. Станьте волонтером. Помощники очень нужны. Автоволонтеры для перевозки животных и доставки помощи в приюты. Часто нужны добровольцы для административной работы. Помогайте найти потерянным животным. Отведите потерянное животное к ветеринару. Напишите объявление в социальных сетях. Раскрыть на улицах и сами просматривайте объявления о пропажах. Организуйте временный дом или придумайте вариант передержки. Если хозяин не находится, нужно стерилизовать животное и найти ему новых хозяев. Социальные льготы, новые дороги и строительство школ. Областной парламент открыл очередную сессию. В повестке 80 вопросов. Почему соседям в мире не живется? Я вынуждена была в 4 часа утра вызвать полицию. Приехала полиция. Я написала заявление, объяснение. За стеной гулянки, драки или ремонт. Есть ли способ усмирить шумных жильцов? Отдыхаем в городе. Ощущения такие. Кричишь, пищишь, потом в воду приземляешь, а кого-то дарахивает, он под воду валится. Вообще так все хорошо. Местные предприниматели развлекают сирот, оставшихся на лето без детского лагеря. В эфире новости телеканала «Актиз». В студии Данил Недзельский. Ваш проводник в мире событий. Здравствуйте. Сессия законодательного собрания региона проходит в областном центре. В повестку парламентарии включили более 80 вопросов. Это рекордное количество. Депутаты рассмотрят изменения в законы бюджетной и налоговой сфер, дорожного строительства, социального обеспечения, здравоохранения и образования. В окончательном чтении принят закон о звании ветеран труда Иркутской области. Оно будет присваиваться тем, у кого наряду с общим трудовым стажем не менее 40 лет для мужчин и 35 для женщин, наработан стаж на территории Иркутской области 20 и 17,5 лет. Обладатели звания смогут пользоваться льготами по оплате услуг ЖКХ, проезду в общественном транспорте и ЕДВ. Под категорию попадают более 3000 жителей при Ангаре. На сессии обсуждался вопрос по строительству образовательных учреждений. В Ангарске это школа в Китое, которая должна принять учеников уже 1 сентября. А также многострадальная школа в 7-м А микрорайоне. Финансирование для завершения строительства выделено в полном объеме – около 900 миллионов рублей. Сдать объект строители должны в 2019 году. Вступили в силу изменения в законе о ежемесячных денежных выплатах для неработающих пенсионеров. Если ранее граждане могли рассчитывать на финансовую поддержку, которая учитывалась только за годы работы, то сейчас категории получающих ЕДВ расширены. Будет учитываться и период, который до момента установления пенсии, и тот период, который после установления пенсии на момент обращения за выплатой. То есть если на момент обращения стаж человека будет составлять для мужчины 39, для женщины 34, то будет приниматься положительное решение и будет назначаться ежемесячная денежная выплата для неработающих пенсионеров. Для получения выплаты необходимо собрать пакет документов. В него входят справка из пенсионного фонда, а также трудовая книжка. Далее о событиях в городе. На одну световую опору стало меньше. Сегодня в 10-м часу утра по дороге номер 15 недалеко от НХК ДТП попал в ведомственный автомобиль СИЗО-6, который вез сотрудников в другое исправительное учреждение. На перекрестке водитель не справился с управлением, и чтобы избежать столкновения с другими участниками движения, совершил экстренное торможение. В результате врезался в столб. Электроснабжение этого участка было прервано на несколько часов, но уже к вечеру освещение трассы восстановили, протянув кабель к другой опоре. В нашу редакцию за помощью обратились жители 32-го микрорайона. Их жизнь невыносимость сделал сосед. Свою квартиру молодой человек сдает шумным компаниям, которые лишают жильцов покоя и сна. Есть ли способ заставить буйных соседей жить по закону? Расскажем в сюжете далее. Галина Викторовна с супругом большую часть своей жизни отдали работе в школе. Сейчас на пенсии, но стараются вести активную жизнь. Благоустроенный ими двор уже не первый год побеждает в конкурсе «Дом, в котором я живу». Однако созданный своими руками уют не приносит радости. Причина – постоянные дебоши в одной из квартир. Последней каплей стала гулянка, которую устроили нетрезвые выпускники. На замечания, естественно, реагировали тоже матами. И вообще сказали, у нас здесь кафе ночное. И мы заплатили деньги и имеем полное право. И на что, конечно, я вынуждена была в 4 часа утра вызвать полицию. Приехала полиция, я написала заявление, объяснение. Все. Они сказали, ну, полицейские, что… Ну, они пообещали в 8 часов успокоиться, уйти. Наступило в 8 часов, в 9 часов, в 10, в 11, не знаем, кто из соседей. Снова вызвали полицию. Пьяные бантики, очевидно, разгромили соседу квартиру. Разбили стекло в картине и выкинули ее с балкона. Оборвали силовой кабель, порвали москитную сетку. И даже вытоптали цветы, которые с таким трепетом высаживали под окном пенсионеры. Шумные гости здесь – частое явление. Жильцы говорят, что хозяин тут не живет, издает двушку посуточно. А на жалобы пожилых соседей только машет рукой. Вот если кредит не платит, банком должен, и вскроют приставы, двери и все. Но если вот, может, там чуть ли не убивают человека. Ни полиция не имеет права вскрывать там, постучались, не открывают. Ну, давайте заставим заявление, пишем заявление, все на этом остается. Собрали несколько заявлений, обратились в администрацию. Как хотите, помогите. Хозяин скандальный квартир, конфликт с соседями признает. А вот факт, что он наима, как правительство отрицает. У меня там брательник просто знакомый. И все, он молодой, они тут выпускной. Просто я им в квартирку дал. Говорю, это, посидите. Они там посидели, что-то шумновато. У нас тут это, соседи, как бы им скучно, понимаете, постоянно они что-то здесь вытворяют. У нас как бы соседи в возрасте, они там отсюда заявление бегают, пишут. Я, как бы, они туда внимания не обращают. Как бы, на самом деле, есть такие соседи, которые вот не живется спокойно. Ну, просто либо скучно живется, я не знаю, ну, как вот мне с ними бороться. Многоквартирный дом, конечно, не общежитие. Но соблюдать правила совместного проживания соседи все же обязаны. Например, закон о тишине запрещает шуметь с 23 часов и карает нарушителей штрафом до 2000 рублей. Эти обязанности герою нашего сюжета разъяснят на административной комиссии. Все данные журналисты уже передали в мэрию. Приглашение молодой человек получит в ближайшее время. Яна Попова, Роман Буйнов, Дмитрий Швецов. Местное время. А вы дружите со своими соседями. Как выяснили сегодня наши корреспонденты, хороших примеров в Ангарске больше, чем плохих. Рецепты добрых отношений узнаете из запроса, который провела Мария Константинова. Нужно сделать какие-то хорошие поступки, допустим, как у меня получился. У меня поступок получился таким образом. Приехали дети и поставили машину. Я стоял на балконе, смотрел. Просто стоял. И сигнализация сработала сначала, грохот такой. И машина вышла. Я успел увидеть, какой номер этой машины. Оказалось, ребята подскочили, разбили окно, выхватили сумку. И вот соседи до сих пор мне не благодарны. Соседям я пока не знакома. Я недавно переехала. Конфликтов пока не было. Пока ничего про соседей не могу сказать. Ну а выглядят-то они как? Какие они люди? А вы знаете, я практически весь день на работе. И после работы я валяюсь, отдыхаю дома. И пока не могу сказать. Пьют у нас постоянно драки, недраки. Детям мешает постоянно спать. Лезут двери, выламывают. Куря вообще не очень. Куря, травки там. Ничего хорошего невозможно сказать, короче. Как-то боретесь с ними? Да, вызываем. Полицию только толку нет. С многими соседями очень хорошие отношения. Считаю. Ну, и с пожилых людей. Из молодежи. Ну, только с третьего, с четвертого этажа нормально. А так остальные какие-то все важные ходят по приезду. Отношения с соседями, конечно, разные. Потому как мы переходили с одной компании в другую компанию. Жилищного управления перешли в АЖК. И поэтому, конечно, молодежь нас поддержала. И более такие молодые люди нас поддержали за переход в другую компанию. А бабушки нас не поняли. Естественно, у нас получился на этом, значит, на этом фоне конфликт. У нас в основном молодой подъезд. Но в основном все с семьями. И поэтому у нас как-то так сложилось, что мы всем подъездом нормально общаемся, здороваемся. Ну, каждый день видимся. Отдыхаем на Кураже. Воспитанники первого интерната жаркие деньки проводят в городе. Партнеры социального учреждения стараются наполнить каникулы сирот интересными событиями. Какими, смотрите материалы моей коллеги Евгении Шильниковой. В нашей школе уже сложилась традиция посещать данные Куражные горки. Особенно, когда такая жара у нас стоит на улице. Дети с нетерпением ждут, когда же мы поедем на этот незабываемый отдых. Также зимой, в зимний период, дети любят кататься на ватрушках. Это море позитива, незабываемые эмоции, с которыми они делятся всегда с друзьями. Ощущения вообще хорошие. Всем детям здесь нравится. Они с радостью сюда ездят. Конечно, взрослые тоже хорошо это любят, когда дети развлекаются. Особенно, когда едешь с горки, ощущения такие. Кричишь, пищишь, потом в воду приземляешь, а кого-то взбударахивает. Он под воду валится вообще. Так все хорошо. В творческих мастерских благотворительного фонда «Близко к сердцу» сегодня открылся вкусный мастер-класс. Преподаватель из Подмосковья Мария Некрасова приготовила настоящие имбирные пряники. А юные участники фантазировали с украшением. Никто, конечно, не пошел из детей по готовому шаблону. Все пошли по своему пути. Сложность у них была вот в чем. Сложность в нанесении именно глазури. То, что это нужно равномерно наносить. Равномерный процесс такой. А рука еще не приспособлена. Но это очень полезно для развития мелкой моторики. В творческих мастерских благотворительного фонда «Близко к сердцу» работа кипит ежедневно. Здесь проходят мастер-классы по росписи одежды, сумок, изготовлению украшений, стекла, лепки и рисованию. Мастера фонда приглашают больших и маленьких учеников на свои уроки. Таковы новости дня. Далее смотрите прогноз погоды. Всего доброго. Субтитры сделал DimaTorzok